Всем огромный-огромный привет! Сегодня у нас суббота, а значит субботний завтрак. Очень мне захотелось что-нибудь вкусного, быстрого, простого, простого, легкого, чтобы не тратить на это времени, но было очень вкусно. А что у нас может быть вкуснее пиццы? Конечно же сама пицца. Хочется сделать вкусную пиццу, но, как говорится, с утра пораньше, в субботу не хочется возиться с тестом. Абсолютно. Поэтому предлагаю вашему вниманию ленивую пиццу для субботнего завтрака на батоне. Все для этой пиццы у меня было в холодильнике. И колбаса, и помидор, и есть также сыр, кетчуп, майонез. Поэтому почему бы и нет, и с тестом возиться не надо. Давайте вначале нарежем колбасу. Я буду делать в этот раз покрупнее. Я уже нечто подобное делала. Нарежу колбасу просто обычными кубиками. Можно взять сосиски. У меня есть и сосиски. Но мне почему-то хочется именно с колбаской. Нарежем кубиками. Такими средними. Вот просто вот так. Такими кубичками. Все перекладываю в миску. Теперь такими же квадратами, да, квадратиками нарезаю помидор. У меня был один такой огромный помидор. Нарежу его тоже квадратиками, кубиками. Помидор тоже отправляю сюда, в колбасу. И дальше сюда же натираю сыр. Сюда, прямо в начинку, я натру сыр пармезан, а сверху буду посыпать все обычным сыром. Натираю сыр. Добавляю в начинку буквально каплю кетчупа. Это для вкуса. И также две капли майонеза. Много добавлять не надо. У нас тут есть помидоры. И две капли майонеза. Одну-две столовые ложки. Все перемешиваем. И наша начинка готова. Не поверите, вот так вот быстро, легко, за одну минуту. Еще у меня есть кусочек лука-порея, который я сейчас порежу тонко-тонко. Выкладываю начинку на обычный батон. Вот так стараемся распределить, чтобы был и помидор, и колбаса. Я специально нарезала крупненько, не мелко, чтобы все чувствовалось, как в настоящей пицце. И укладываю все на противень, застеленный фольгой. Вот так. Посыпаю все сверху луком-пореем. Мне так нравится больше, чем смешивать внутри это все с начинкой. Лучше пускай лук будет сверху. Дальше каждый кусочек посыпаю обычным сыром. Просто вот так сверху. Хотя я в начинку добавляла тоже сыра, но там совсем-совсем чуть-чуть. На пицце же хорошо, когда много сыра сверху. Правильно? Посыпаем сыром. И отправляю в духовку. У меня духовка разогрета до 200 градусов где-то. На минут 5-10 до расплавления сыра. И наши такие мини-пиццы на батоне будут готовы. Вот так. А мы пока пойдем нарежем укроп. Наливаю вкусный горячий кофе. Я в этот раз кофе буду пить с молоком. Ну и вот такие вкусные пицца-бутерброды у меня получились. Сейчас я их выложу в тарелку и посыплю укропом. Выкладываю в тарелку, посыпаю все укропом. И вот такой шикарный пицца-завтрак у нас готов. Быстро, просто и легко. Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем огромное спасибо. До свидания и пока. Давайте жить вкусно и готовить просто.